Всем привет! Меня зовут Таня. Я рада приветствовать вас в этом видео. Я рада, что вы смотрите это видео, потому что мы с вами будем познавать истину, и истина будет делать нас свободными, как сказал Иисус. Поэтому свобода приходит на уровень познания. Чем больше мы познаем Бога, чем больше мы обретаем познание истин, Его Слово, тем больше свободы мы обретаем во Христе. Слава Господу! Сегодня мы с вами обратимся к одной интересной истории, и она, в принципе, довольно известна среди верующих. Но я верю, что у Духа Святого всегда есть что-то особенное, чтобы показать нам. Поэтому мы с вами обратимся к истории, которая записана в Третьей книге Царств, в 17 главе мы начнем читать ее с 8 стиха. Это история о пророке Илии, здесь сказано. И было к нему слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, немного масса в кувшине. Вот я наберу полей на два дров и пойду и приготовлю это для себя, для сына моего, сидим это и умрем». И сказал ей Илия, «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Ибо так говорит Господь Бог Израилев, «Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она и он и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, а масло в кувшине не убывало, по слову Господа, который он изрек через Илию». Итак, это хорошая история о Божьем обеспечении. И стоит обратить внимание на написанное в 12 стихе, где говорится о том, что «женщина ответила» или «жив Господь Бог твой». А ведь толкование говорит о том, что эта женщина была финикиянка, соплеменница нечестива, и извели, которая вела Израиль в грех. В то время Ахау был царем, и он взял себе жену из другого народа, которой имя было Иезавель. И она вместо того, чтобы прийти в Израиль и стать служить Богу живому, поклоняться Богу Израилеву, она, наоборот, принесла насаждение культуры своих идолов. И тем самым ввела Израиль в грех, потому что Израиль стал ходить след Ваалов, поклоняться и служить Ваалу, идолу. И за это Бог послал на их землю засуху. То есть за это на земле настал голод. Это тоже как бы есть здесь определенная аллегория, потому что Ваала считали Богом урожайности и плодородия. И вот как они ему не служили, но вот был голод на земле, не было дождя. И этим Господь также им показывал, что Он есть Бог живой, и не идолам нужно служить, но Ему, потому что Он есть Тот, Кто дает им обеспечение, и от Его зависит их благословение. То есть Он есть источником жизни, Он есть источником их жизни с избытком, и Он есть источником благословения. Но как бы то ни было, Илья был пророк Божий, через него Господь изрек слово о том, что не будет дождя на землю три года, И сначала, как мы знаем, в этой истории Илья находился у потока Хессона, там он пил, и вороны два раза в день приносили ему еду. Но потом тот поток высох, и мы прочитали о том, что Господь послал его к вдове, в Сарепту Сидонскую. Но почему именно к той вдове, и почему именно в Сарепту Сидонскую? При этом стоит заметить, что они друг друга не знали. Илья не знала той вдовы, и та вдова не знала Илию. Но Господь послал Илию именно к ней. И я верю, что это произошло, потому что эта женщина знала Бога. В 12 стихе мы с вами прочитали, что она сказала Илье, «Жив Господь, Бог твой». Когда он попросил у нее принести ему еды, она, как говорится в других переводах, она как бы клялась тем, что настолько же верно, настолько же определенно, как то, что жив его Бог, настолько же верно и то, что в ее доме осталось вот только столько еды, как она сказала. Таким образом, мы можем увидеть, что на фоне такого всеобщего безбожия, на фоне того, что даже и народ израильский, и многие в Израиле, весь народ израильский, практически весь, они начали ходить следы на их богов, они начали служить в Аллу. Потому что эта женщина в этом городе, в Сарепче-Сидонской, она знала Бога. И это значит, что она почитала его, она имела страх Господу. Поэтому, когда она видела Божьего пророка, и, конечно, мы можем, у нас есть основания для того, чтобы полагать, что она не знала Илью. В то время не было социальных сетей, никто не мог выложить фотографии и сказать, что вот это тот человек, это тот пророк, по слову которого прекратился дождь на землю. Нет, такого не было. И я думаю, что единственное, что она могла увидеть, усмотреть в виде Ильи, когда она увидела Илью, это только то, что он был израильтянином. По этой причине она и, как бы с уважением к его богу, она обратилась к тому, чтобы принести ему воду по его просьбе. И потом начала ему говорить о том, что жив бог его, которому он служит. И я верю, что причина, по которой Илья пришел именно в дом той вдовы, заключалась в том, что она знала Бога, несмотря на то, что она не знала никого другого. При этом стоит обратить внимание на как бы обстоятельства того, как Господь это произвел. Поток Ильи высох, из которого он пил. И Господь сказал ему пойти в Сарепту Сидонскую, к той вдове. У той вдовы тоже мы видим, Илья пришел как раз в тот момент, когда у нее уже осталось еды только на один раз. И, конечно, Писание нам говорит о том, что Господь послал Илью для того, чтобы он жил в той вдовы, как бы чтобы она кормила его. Но мы видим, что функция ее кормления Ильи заключалась только в том, чтобы она готовила еду. Потому что обеспечение ресурсы, то есть то, из чего она могла бы приготовить эту еду, это приходило сверхъестественно. Это было сверхъестественное Божье обеспечение. Господь послал к той вдове своего пророка. И этот пророк пришел и принес ее дом благословения. С пророком пришло помазание умножения, сверхъестественное Божье умножение и Божье обеспечение. Поэтому мы можем говорить о том, что не только эта вдова была благословением для Ильи, но Илья был благословением для той вдовы и для всего ее дома. Потому что на всеобщем фоне голода в ее доме была еда и она могла питаться. И я думаю, что они питались достаточно хорошо, то есть в пределах того, что нужно было каждому из них. И стоит обратить внимание, как пришло обеспечение Божье и это сверхъестественное умножение в дом этой женщины. Господь не заставил их мешками муки и не залил их бочками, не заставил их тоже бочками масла. Но умножение происходило по мере истощения. То есть умножение происходило по мере использования и таким образом оно предотвращало истощение. Поэтому это то, что нам следует иметь в виду, когда мы верим Богу в умножение, когда мы молимся о его обеспечении. Потому что часто все воспринимают умножение Божье как что-то такое грандиозное, что Бог засыплет деньгами, обкормит вкусной едой, напоит всякими там напитками дорогими. Но нет, ничего подобного мы не видим в этой истории. Умножение происходило, но оно не было в каком-то таком ярком, грандиозном каких-то таких выражениях. И, конечно, избыток есть частью Божьего умножения и сверхъестественное Божье умножение ведет к избытку. Однако нам тоже нужно видеть и понимать процессы. Нам нужно иметь духовные видения и как бы открытые глаза, потому что если мы не видим чего-то грандиозного, это совершенно не значит, что Господь не печется о нас. Потому что Господне умножение предотвращает истощение. Поэтому если Господь обеспечивает наши нужды, если Он предотвращает истощение, то это уже есть проявлением действия Божьего обеспечения. Его сверхъестественное умножение. И нам нужно быть благодарны Богу за это. И когда мы будем благодарны Богу, мы будем продолжать стоять в своей вере. И это даст Господу возможность благословить нас еще больше. И привести нас к большему, вести нас к Его избытку, которую Он желает дать всем своим детям. Итак, что же мы можем видеть в этой истории? Эта женщина, она была вдовой. Она никого не знала, кто бы мог ей помочь. Иначе бы она не говорила, что для нее больше не осталось надежды, что раз у нее нет еды, то это признаменование, как бы, канса для нее, для ее дома. Но нет, ничего подобного не произошло. То есть Господь не позволил произойти тому, что, как бы, она сказала, что она думала, что с ней произойдет. Он послал к ней своего пророка. Я думаю, что эта женщина, она либо никого не знала в том городе, в котором она жила, из тех, кто бы мог ей помочь. Или же, поскольку этот город был языческим, то есть тоже все основания полагать, что даже если бы там и был кто-то, кто бы мог ей помочь, кто бы мог дать ей какое-то обеспечение или еду, то никто бы ей и не помог, если бы и мог бы. И то, что она вдавая, этот факт говорит о том, что ей не было к кому обратиться за обеспечением. Но она знала Бога. Несмотря на то, что она не знала никого другого, кто бы мог ей помочь, она знала Бога. И Бог помог ей тем, что Он послал к ней своего пророка. Конечно, Илье тоже нужно было послушаться Господа, потому что иначе бы он не смог бы тогда кормиться. То есть его обеспечение как бы тоже зависело от его послушания Богу. Но он послушался Бога. Это то, что характерно всем Божьим пророкам. Они послушны Богу, они следуют за голосом Божьим. И когда Илья пришел в дом той Давыд, то он принес ей благословение, он принес ей Божье избавление. И в этом мы видим стиль Божьего действия. Не важно, кого мы знаем или не знаем. Не важно, кто знает или не знает нас. Нам главное знать Бога. Потому что если мы знаем Бога, то Он знает нас. То есть если мы знаем Бога, то тогда кого мы знаем или не знаем, какие мы связи имеем или не имеем, это не имеет никакого значения. Потому что если Бог знает нас, если мы знаем Бога, тогда Он позаботится о наших нуждах, Он позаботится о нашем обеспечении, независимо от того, кого мы знаем или не знаем, кто знает или не знает о наших нуждах. В действительности Господь даже желает, чтобы мы прежде всего открывали свои желания перед Ним, чтобы мы не ожидали ничего от людей, но ожидали от Него. И тогда это дает Ему возможность явить себя, проявить себя в нашей жизни. И вот как Он это делает. Он делает это совершенно. Он знает разных людей, Он знает их нужды, и Он знает, как кого свести. Если Господь захочет кого-то использовать в нашей жизни, как было это в случае Илии и этой вдовы, Господь использовал эту вдову для Илии, то есть благодаря ее кулинарным способностям, можно так сказать, кормился Илия. И благодаря присутствию Божьего помазания на жизни Илии обеспечение пришло в дом той вдовы. И мы с вами уже говорили о том, в какой это момент произошло, в какой подходящий момент Господь свел их вместе, когда поток Илии высох и когда уже не было обеспечения в доме той вдовы. Поэтому Господь знает всех и все. Он есть Бог всякой плоти. Для Него нет ничего невозможного. Он видит всех и все. И Он может свести людей так, чтобы это было обоюдное благословение, как было это в жизни этих людей, пример которых мы рассмотрели. И Он знает также подходящее время. Поэтому, когда Господь будет высылать делателей, сводить делателей, то Он будет делать это и в самый подходящий для этого момент. Потому что Он Бог живой. И все, что Он творит, совершенно. К этому нечего прибавить и от этого нечего убавить. Поэтому нам главное, и всем следующим за Бога, главное в том, чтобы нам знать нашего Бога, чтобы нам познавать Бога. Потому что если мы знаем Бога, тогда Он позаботится о нас. Потому что Его обеспечение, оно не зависит ни от чего естественно. В том числе и от того, кого мы знаем или не знаем. Поэтому нам и не нужно переживать по этому поводу. Если мы знаем Бога, то тогда наша жизнь устроится. Потому что Господь ее устроит. И Он не позволит нам потерпеть поражение. Он не позволит, как той вдове Илии, он не позволил им умереть с голоду. У него был план для обеспечения каждого из них. Это то, что Господь имеет для всех своих детей. Поэтому нам нужно, нам главное, концентрироваться на том, чтобы нам познавать Бога, искать прежде Его и Царство Божье. И тогда Он поведет нас к своему обеспечению. Нам нужно быть послушными Господу. И это даст возможность Ему привести нас в правильное время, в правильное место, а чтобы мы оказались в окружении правильных людей, и чтобы этот Божий план обоюдного благословения был исполнен. Но не только в отношении Божьего обеспечения, и только в отношении строения нашей жизни. Нам нужно также знать и силу нашего Бога, потому что от этого напрямую зависит то, как Бог сможет явить себя через нас. И в этом мы можем, пример этого можем увидеть в следующей истории, которая тоже произошла с Илией, которую мы читаем в следующей главе. книги царств, этой же третьей книги царств, 18 глава. Давайте мы с вами обратимся к 27 стиху. Итак, 18 глава, 27 стих. Этот стих есть частью истории того, чудесной истории того, как Бог послал огонь с неба. Мы уже говорили о том, что это было время, когда Израиль уклонился от служения Богу живому, он служил Ваалу, и Господь сказал, что он собирается послать дождь на землю, но перед этим должно было кое-что произойти, должно было произойти определенное очищение, должно было произойти покаяние Израиля, обращение к Богу живому. И Господь дал определенное указание Илии, которое он исполнил в точности. Он пришел к Ахау и сказал, чтобы тот собрал к нему весь народ, на гору кормил. Это и произошло, народ собрался к нему. Пришли также и пророки Вааловы, Илья сказал, что давайте проведем эксперимент. Вы построите жертвенник, и вы призовете имя своего Бога, и я построю жертвенник, и призову имя моего Бога, Бога Израилева. И тот Бог, который ответит посредством огня, тот и есть Бог. Он сказал, что сколько Израиль будет хромат на два калина, давайте наконец-то определимся. И вот какой эксперимент он предложил им провести, и не согласились. Илья им дал возможность быть первыми, поэтому пророки Ваала построили этот жертвенник, они возложили жертву, и начали вопрошать, как бы вызывать к своему Богу, и они начали, как говорит Писание, они начали бесноваться даже. То есть они кололи себя, и разное другое происходило. Но не было ни ответа, ни привета, как говорится, ничего не происходило. И вот 27 стих говорит, что в полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется. О чем это говорит? Что Илья стал делать? На Писании говорит о том, что он стал насмехаться над ними. И что ему дало возможность это сделать? Он знал силу своего Бога. Почему он мог насмехаться над этим пророком Вала? Потому что он совершенно, окончательно и определенно был уверен в том, что их Бог не ответит, потому что он не был Богом живым, он был просто идолом. Поэтому Илья и начал насмехаться над ними. Но пророки Вала не могли допустить ничего подобного в отношении Ильи. Наоборот, они находились в смятении, их репутация потерпела сильный ущерб, потому что, возможно, они могли совершать что-то до этого времени, но свести огонь с неба, это уже было выше их пределов возможностей, это уже было выше крыши для них. И мы в этом видим совершенно разную картину того, что мы можем наблюдать сейчас. Сегодня церковь боится, многие люди в теле Христа опасаются, чтобы над ними не начали смеяться, не боятся выражать свою веру к Богу, боясь насмешек, они не желают молиться в публичных местах, не желая, чтобы никакой шепот не возникал за их спинами. Но мы видим, что Илья здесь вел себя совершенно по-другому. Смеялись не над ним, но смеялся он. Это то, что принесло ему знание силы Божьей. Когда мы будем знать, когда мы обретаем познание силы Божьей, когда мы обретаем твердую уверенность в нем, в силе нашего Бога, когда мы совершенно уверены в том, что он исполнит то, что он сказал, тогда нас не то, что не будут волновать никакие насмешки, никто даже не посмеет открыть рот против Божьих детей, потому что мы, будучи вереннее в силе нашего Бога, мы сможем вести себя соответственно, и это даст возможность Господу нас и использовать. И мы знаем, как все закончилось. Илья построил жертвенник, он сказал, что довольна этого безумства, он призвал, когда наступило время приношения вечерней жертвы, он призвал к себе народ, сказал, подойдите ко мне, и не подошли. Он отстроил жертвенник, и он возложил жертву, и для того, чтобы показать всем, что это никакой не трюк и не фокус, он велел вылить на жертву и на ров, который он повелел выкопать вокруг жертвенника, 12 ведер воды. И этим тоже часто, когда идет речь о проявлении Божьем, то мы как-то часто можем думать о том, что мы могли сделать что-то не так, что нам нужно сделать, чтобы Господь проявил это. И, конечно, нам нужно быть ведомым Духом Божьим, но нам не следует бояться того, что мы можем что-то испортить, потому что даже если мы можем допустить какую-то оплошность, Господь может наоборот использовать это только для того, чтобы усилить впечатление от явлений Его Сао. Потому что Илья никаким образом не пытался способствовать снисхождению огня с неба, но никаким образом не пытался даже держать жертву сухой, или жертвенник, он вылил воду, и столько, что она заполнила ров. Но когда он, Илья, помолился, когда сошел огонь с неба, он пожрал и жертву, и высушил воду, которая во рве. И это заставило весь народ пасть на колени и признать, что он есть Бог живой. И на народ сошел такой ужас, что они выполнили все, что сказал им Илья. Они схватили пророка Валовых, они отвели их в поток и закололи их. И даже несмотря на то, что думали об этом царь или царица, я думаю, что народ был настолько напуган таким явлением Божьим, что их даже не волновало, что думают об этом их царь или царица, потому что это были те пророки, которые питались со стола и завели. Но они были настолько напуганы, что они, наверное, думали, что если они не послушаются Илью, то как бы их огонь не сожрал тоже. Вот какой эффект произвело явление силы Божьей. В этом, когда приходит явление силы Божьей, в этом мы можем увидеть, что когда Бог являет свою руку крепкую и мышцу простертую, тогда смеются Его посланники, а не наоборот. Поэтому нам нужно быть уверенным в нашем Боге. Нам нужно знать силу нашего Бога. И когда мы сможем стоять в такой твердой уверенности, тогда нам не будет чего опасаться никаких насмешек других, потому что наш Бог явит свою славу, потому что никто не посмеет смеяться, потому что наоборот, если они окажутся на противоположной стороне, если они окажутся в Богопротивниках, то на них придет посрамление, подобно тому, как это произошло с пророками Вала. Они были посрамлены, потому что они ничего не смогли сделать. Они не смогли доказать, что их Бог хоть чего-то достоин того всего, той почести, которую они оказывали Ему, соответственно, и они тоже. Поэтому нам нужно не бояться следовать за нашим Господом. Нам нужно не бояться молиться, призывать Господа и показывать свою веру, потому что это даст возможность Господу являть свою силу на нас, в нас и через нас. И это даст возможность всем убедить, что наш Бог живой, и что мы служим Богу живому и истинному. Слава Господу! Давайте помолимся! Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. И мы благодарим Тебя за то познание, которое Ты нам даешь. Мы благодарим Тебя за Твою силу и за то, что Ты знаешь нас. Ты приготовил для нас обеспечение. Господь, и мы сейчас обращаемся к тому, чтобы Ты помог нам в том, чтобы нам больше познавать Тебя. Господь, открывай нам себя. Мы доверяемся Тебе, Господь. Мы полагаемся на Твое обеспечение и Твою заботу. Мы полагаемся на то, что Ты будешь использовать нас для того, чтобы благословить других. И Ты приведешь своих делателей к нам, чтобы дать благословение нам. Господь, мы молимся о том, чтобы Ты являл Свою силу через нас, чтобы Ты дал нам с дерзновением, Господь, стоять в своей вере, чтобы Ты дал нам с дерзновением проповедовать Твое имя, распространять Евангелие, Господь, чтобы все увидели, что Ты Бог живой и что мы есть Твои служители. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И завершить я хочу посланием стихом из 1-го писания Фессалла Гейсом 5.23 о том, что Сам же Бог мира да осветит Вас во всей полноте, и Ваш Дух и Душа и Тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь благословит Вас.